К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликта. Испытанием для человечества стало преодоление пандемии коронавируса. Весомым фактором безопасности становятся экологические бедствия и необратимые изменения климата. На этом фоне особую тревогу вызывают увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружением. На наших глазах рассыпается договор по открытому НЕМ. Договор о мерах по дальнейшему сокращению ограничений у стратегических наступательных вооружений по сути остается единственным действующим соглашением в этой сфере. Отсутствие же конструктивной повестки в области ограничения вооружений не добавляет оптимизма и сохраняет военно-политическую напряженность. Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу «Глобально Соединенная Европа», которая по сути является альтернативной китайскому поясу и пути. Политика Европейского Союза наряду с экономическими мерами предусматривает дальнейшее продвижение на Восток якобы эталонных демократии и европейских ценностей. Ну какие это ценности и какая демократия мы недавно увидели. Например и Афганистан. Да и не только. Одновременно коллективный Запад осуществляет давление на суверенное государство за счет ограничений ассимметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических и не только интересов. Причем для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги. Ну например, вынужденная посадка самолета в Минске. Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие Соединенных Штатов Америки в Восточной Европе. В текущем году Альянс провел целую серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза, до 90 крупных учений в год. А количество привлекаемых войск с 60 до 110 тысяч военнослужащих. Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи страны Балтии, Польша, Украина весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение «Запад-21». Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность, ход мероприятия широко освещался в СМИ, приглашены наблюдатели от иностранных государств, однако наши соседы традиционно твердят про мнимые угрозы их безопасности. Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих не оборонительную тематику. Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены, а американцы за тысячу километров проехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются? Характер международной гибридной угрозы пытаются предать инцидентам на границе с беженцами и мигрантами. Активно предпринимаются попытки переложить ответственность за миграционную проблему на страны транзита. И все это после того, как США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока. Более того, позвали туда, в Европу, афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать. Одновременно миграционный кризис стал поводом к наращиванию военного потенциала НАТО на западных границах УДКБ. У наших соседей уже сегодня при границе и на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тысяч человек и более 500 единиц тяжелой военной техники. Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используется новое подразделение НАТО для гибридного воздействия на наши страны. При этом страны Запада закрывают глаза на грубое нарушение собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой, Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестко, жестоко с применением оружия выталкивают на белорусскую территорию. Я уже не говорю о том, как они разбираются внутри своих стран со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений. Двойные стандарты Запада проявляются в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы с забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически, вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен Холодной войны. Как мы видим, происходит эскалация напряженности вокруг Афганистана. Политическая обстановка внутри страны характеризуется нестабильностью. Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе, вызов и угроз коллективной безопасности ОДКБ. Но я думаю, мои коллеги об этом расскажут более конкретно. Особенно те, кто непосредственно живет в странах Центральной Азии. Уважаемые коллеги, в складывающихся условиях наша организация в целом адекватно реагирует на современные вызовы угрозы, по крайней мере, на этой стадии. Актуальное видение белорусской стороны о афганской проблематике будет озвучено в рамках отдельной встречи глав государств ОДКБ и ШОС. Уверен, что в нынешней международной ситуации взаимодействие двух организаций способно выступить новые весомые международные платформы для совместного обсуждения реализации взаимовыгодных интересов. Причем не только по проблемам Центральной Азии, но и по противодействию чужому геополитическому влиянию. Положительную динамику в расширении сотрудничества ОДКБ с международными организациями необходимо сохранить. Сегодня нам предстоит принять пакет документов, направленных на развитие взаимодействия в военной сфере. Тем самым мы совершенствуем механизмы поддержания боеспособности коллективных сил ОДКБ. Более пристального внимания требует миграционная проблематика. В рамках ОДКБ целесообразно придерживаться единых подходов к реагированию на риски и вызовы в этой сфере. Что особенно важно, необходима взаимная поддержка союзников на международной арене, в том числе в ООН и ОБСЕ. Последствия COVID-19 подчеркивают необходимость реализовать в рамках ОДКБ взаимодействие в области биологической безопасности. Причем не только с точки зрения противодействия пандемии, но и в контексте международных угроз. Уважаемые друзья, в следующем году договору о коллективной безопасности исполняется 30 лет. Нашей организации 20. Полагаю, что к этим датам мы должны подойти ответственно. Как минимум осуществить ревизию того, что сделано и что предстоит сделать. Возможно, определит новая долгосрочная задача по развитию ОДКБ, выступающая гарантом и донором безопасности на евразийском континенте.